Инфодайвинг. Погружение за информацией. Давайте посмотрим с точки зрения инфодайвинга на конфиденциальность информации. Это достаточно остро стоящая тема, особенно когда работаешь с людьми бизнеса, когда сопровождаешь какие-то крупные сделки, или когда ведешь там неприятные истории, связанные с алкоголизмом, наркоманией или тяжелыми заболеваниями. Очень часто человек всеми силами защищает информацию и считает, что знает только он, и никто об этом не узнает больше никогда, ни при каких обстоятельствах. И вот в процессе работы так получается, что инфодайвер об этой информации знает. Инфодайвер знает все то, что хранится в подсознании. Так есть ли конфиденциальная информация? Если посмотреть с точки зрения инфодайвинга, ее нет. Более того, с точки зрения инфодайвинга, та информация, которую человек зачастую считает конфиденциальной, она будет ключевой для того, чтобы раскрыть саму психосоматическую основу того или иного проявления человека, того или иного заболевания в человеке, тех или иных плохих привычек, если можно их назвать плохими, не просто привычек, зависимости или неудач в бизнесе. Нечто есть в подсознании, что человек старательно скрывает, боится об этом рассказать, но именно это, как правило, является ключом к тому, чтобы помочь человеку. Поэтому, когда мы говорим об инфодайвинге, мы говорим о том, что нету информации, которая была бы конфиденциальной. Есть информация, о которой потом инфодайверы будут хранить молчание. Такое есть. И такое прописывается у нас в договорах, когда мы работаем. Поэтому, когда спрашивают инфодайверов о конфиденциальности, когда боятся, например, обращаться или думают, как поступать, всегда надо учитывать то, что мы скрываем в подсознании то и боимся показать наружу то, что на самом деле зачастую является первопричиной наших проблем. И инфодайвинг – это именно то направление, которое в первую очередь достает это, вытряхивает, показывает, человек это осознает. И после этого это становится неважным. Это неважно, это уходит из его жизни, точно так же, как уходит из памяти инфодайвера. Потому что при погружениях инфодайвер работает достаточно в глубоких измененных состояниях сознания, погружения в себя, и оперативная память там, ну, 5 минут. И дальше ресурс на флешке, на карте памяти закончен. Инфодайвер выныривает, еще ближайшие 5 минут можно ему задать вопрос, а потом он просто не помнит все то, что он говорил. Поэтому мы делаем для вас видеозаписи. Поэтому у нас нет очных консультаций. Возможно, они будут когда-нибудь, но все равно в режиме, когда человек сам для себя запишет, чтобы мог перепрослушать. Потому что в дальнейшем задать по этой консультации вопросы нам будет бесполезно. Мы ее просто не помним. Она просто стирается из памяти, она удаляется. Но она не удаляется из подсознания окончательно и бесповоротно. Ее можно восстановить, другой человек может восстановить, как нет тех событий, которые прописываются бесследно. Что бы человек ни совершал, что бы человек ни делал, это все записано. Записано в недрах подсознания лица создающего. И так как лицо создающее, оно одно, то в недрах подсознания это все есть. Другой вопрос, как с этим поступать, как с этим взаимодействовать, как корректно относиться друг к другу и как использовать ту информацию, которую принято считать конфиденциальной. А есть ли она конфиденциальная информация? С точки зрения подсознания, такой информации нет. Есть информация, которая не дает человеку двигаться дальше. Есть информация, которая формирует определенные событийные ряды. Есть информация, которая приводит к болезням и каким-то проявлениям. Для подсознания она не конфиденциальна. Она конфиденциальна для ума человека, для той программы, которая облачает его в какие-то шмотки. Шмотки приличия, образа бизнесмена, жены бизнесмена, какого-то удачного, успешного человека или образа просто человека, которому стыдно перед соседями. Банальный пример. Ребенок употребляет наркотики, родитель боится об этом заняться, посмотреть этому в глаза и поговорить об этом с ребенком. Честно. Почему? Перед соседями стыдно. Милицию заберут, срок уголовный дадут. У нас за прием дают. И эта информация переходит в разряд конфиденциальных. В данной семье. Насколько она конфиденциальна? Нужна ли здесь конфиденциальность? Здесь нужна помощь. И очень часто люди под предлогом конфиденциальности не получают ту помощь, которая им нужна своевременно. Каждый раз, когда я слышу слово «конфиденциальность», я понимаю, что это будет о понтах, о статусе, о совести, о субличностях, о выносе ответственности, о каких-то проявлениях, которые чужеродны человеку, о том, что надо терпеть, о каких-то программах. Но это все не о любви. В слове «конфиденциальность» нет любви. И в инфодайвинге нет конфиденциальности. Но зато есть любовь. Представляете, все как гармонично устроено. И при этом сохранность информации с точки зрения нераспространения и так далее, инфодайвинг гарантирует. Гарантирует, с одной стороны, своей памятью, с другой стороны, договорными отношениями. Информация – это такое дело. К ней надо очень бережно и трепетно относиться. И знать, и понимать, что ты делаешь.